привет друзья рыбасики сегодня к нам в гости приплыла очень красивая рыбка и не просто красивая но еще и с интересным строением плавников это чтобы прям супер оригинальным но интересно и приплыла рыбка не как обычно из америки или из азии она приплыла в наш аквариум из австралии с приветом от крокодила данди и кто же нам привез этот привет а это меланотения австралийская или по-другому радужница австралийская или меланотения южная рыбка достаточно неприхотливая в содержании и не крупные по размеру а значит подходит для большинства аквариумистов ну а теперь давайте подробнее знакомиться с нашим новым гостем как я уже сказал наша радужница родом из австралии где ее обнаружили исследователи в далеком 1875 году живет рыбка в реках озерах и даже в болотах предпочитает места около берега и там где нет сильного течения таких местах обычно очень много водной растительности и затопленных коряк температура воды в местах обитания австралийской меланотений может колебаться от 22 до 28 градусов в зависимости от сезона что немного облегчает ее содержание в аквариуме в природе рыба воспитается в основном кормами животного происхождения иногда пощипывая водоросли основа питания черви зоопланктон и мелкие насекомые по неопытности упавшие в воду так как же выглядит меланотения австралийская тело вытянутое анальной спиной плавнички тянутся практически на протяжении всего тела окрас сильно зависит от места обитания рыбаса у этой радужницы есть несколько цветовых географических вариаций у самцов плавники более развитые и они покрасивее самок про размер вырастает в среднем до 10 12 сантиметров в длину обычно около 8 и размер как и окрас зависит от места обитания рыбаса продолжительность жизни нормальная где-то около пяти шести лет ну а теперь давайте поговорим про содержание этого красивого рыбаса в аквариуме и начнем с параметров воды желательная температура от 23 до 26 градусов кислотность от шести с половиной до восьми жесткость от пяти до двадцати вода пресная как видите параметры довольно шикарные а теперь про сам аквариум желательно чтобы на одну радужницу приходилось от 10 литров воды лучше чтобы аквариум был вытянутым в длину рыбки очень любят поплавать из оборудования аквариум необходимо оснастить хорошим фильтром и продувкой воздухом раз в неделю крайне желательно проветривать аквариум подменивая 15 20 процентов воды на свежую сильного течения стоит избегать грунт подходит любой подходящий для растений к освещению те же требования но желательно чтобы в аквариуме были затененные места их можно обустроить пустив на поверхность или в толщу воды какие-нибудь плавающие растения вроде пистии элодеи роголисника и другой водной плавающей травки обустраивая аквариум не забудьте про крышку меланотений запросто могут выпрыгнуть из аквариума особенно с перепугу ну или разыгравшись кроме зарослей растений аквариум можно украсить корягами укрытие из которых очень понравится нашим новым рыбкам аквариум обустроен пора поговорить про поведение австралийских меланотений лучше их содержать в стае который должно быть не менее пяти шести рыбок стая рыбка чувствует себя гораздо увереннее чем при содержании в одиночку или даже парой держится рыбка в основном средних слоях воды она достаточно подвижная и тормозным соседям с ней рядом может быть не очень комфортно а так меланотения австралийская довольно мирная и нормально уживается с другими соразмерными и мирными рыбасами мелких и медленно плавающих рыбок могут и задирать но без особого вреда для их здоровья однако рисковать все же не стоит креветок могут и пощипать улиток не трогают теперь поговорим про корм а в этом плане рыбки довольно неприхотливы и поедают живые замороженные качественные сухие корма из живых спокойно лопают трубочник мотыль каретру гриндаль дафни циклопов и другую мелкую живность в рацион стоит добавлять растительные корма но бывает так что не все радужницы их лопают и ничего страшного в этом нет качестве растительной подкормки отлично подходят сухие корма со спирулиной и крайне желательно добавлять в рацион мелких насекомых вроде дрозофил они добавят яркости в окрас рыбас значит аквариум обустроили рыбок накормили и пришло время поговорить про разведение меланотыний австралийской нерест лучше проводить в отдельном аквариуме литров на 40-50 в нерестовик стоит кинуть плавающие растения в них рыбки отложат икру параметр воды те же что и в общем аквариуме на нерест можно посадить группу рыбок из расчета две самки на одного самца перед посадкой в нерестовик самок и самцов стоит на пару недель рассадить дав возможность самочкам набрать икру и это обычно влияет на продолжительность нереста такие родители обычно быстрее нерестятся и не нужно ждать по несколько дней постоянно убирая икру из нерестовика от одной самки может быть около 300 икринок количество зависит от возраста и размера самочки дней через шесть появятся мальки которые практически сразу начинают лопать инфузорий и каловрат можно вы кормите сухими кормами но мальки выращенные на живности быстрее растут и в будущем станут более здоровыми физически и морально и еще один важный момент про разведение не забывайте обновлять кровь добавляя производителей от других родителей если этого не делать то рыбки с каждым поколением близкородственного разведения будут все бледнее и бледнее да и со здоровьем у таких рыбасов проблем будет побольше ну и как вам меланотения австралийская понравилось здоровья вам и вашим питомцам пока